Слова из Библии. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 3 стих. Вы – письмо Христово. Случай из жизни. Записка на столе. Один христианин часто уезжал в дальние поездки на благовестие, закрыв на ключ квартиру, потому что он жил без семьи. Однажды, во время его отсутствия, в его жилье, сломав дверной замок, забрались воры. Но перерыв все, они так и не нашли ничего ценного, на чем смогли бы заработать. Оглядевшись, воры увидели на стене плакат, на котором были написаны слова из Библии. «Не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на небе». Евангелие от Матфея, 6 глава, стихи 19 и 20. Тогда они догадались, что здесь, очевидно, живет верующий. Воры поставили все на свои места, навели прежний порядок и ушли. Когда хозяин квартиры вернулся из поездки, он увидел, что дверной замок в его квартире сломан. Но когда вошел, удивился тому, что все лежит на своих местах и что ничего не пропало. На столе были деньги и записка такого содержания. «Ты молодец! Живешь так, как написал. Сокровищ на земле ты вправду не собрал. Уж это мы хорошо проверили. А эти деньги мы оставляем тебе за поломанный замок. Купи новый, а то, что останется, потрать как хочешь. С уважением к тебе, воры!» Этот необычный и очень поучительный случай жизни мне понравился, потому что он хорошо иллюстрирует качество нашей веры. Настоящая она или поддельная. Рано или поздно это обязательно проявится. Бог создаст такие обстоятельства, в которых мы сами это увидим. Конечно же, речь идет не о том, что всем нам нужно жить настолько бедно, что и ворам взять нечего, а о том, что наши слова должны соответствовать нашему образу жизни. Если мы, христиане, говорим одно, а действуем согласно другим принципам, то это отвращает людей от Бога. И наоборот, наши посвященные ему жизни имеют огромную силу привлекать других ко Христу. Я не знаю, как сложилась дальнейшая жизнь воров из этого рассказа, но я совершенно уверена в том, что после случившегося их представления о Боге и о верующих кардинально изменились, и что это дало Господу возможность продолжить работу в их сердцах. И, возможно, в вечности эти люди встретятся с тем, кого они хотели обокрасть. Один известный проповедник сказал, «Говорите людям о Боге своей жизнью, а если нужно, то добавьте к этому несколько слов». Послание к филиппийцам, 1 глава, 27 стих. «Живите достойно благовествования Христова». «В этом мире темно и страшно. Здесь живущих в грехах так много. Не пройдите мимо упавших. Всем несчастным откройте Бога. Не теряйте напрасно время. Не простит нам Господь беспечность. Отряхнитесь от сна и лени. Люди входят без Бога в вечность. Погружаются души в омут, не познав ко Христу дорогу. Как же мало святых в проломе, берегущих себя так много. Погибают в неверии люди. Мы когда-то за них ответим. Неужели до смерти будем еле теплыми Божьи дети? Этот мир так устал от слов. О Христе говорят все много. Почему ж процветает зло? В христианах не видно Бога. Слава Божья, Иисус Христос. И притом за грехи распяты. Но слова просто звук пустой. Если мир в нас не видит святость, Божья, Иисус Христос. Прозвучим, как гимфон и звон. Божья, Иисус Христос. Если двум господам мы служим, Только чистых сердец огонь. Ко Христу привлекает души. Благовестье не даст успех. Слово только коснется слуха, Если в нас затаился грех. Невозможно явление духа Прозвучим, как гимфальный звон. Если двум господам мы служим, Только чистых сердец огонь. Ко Христу привлекает души. Только чистых сердец огонь. Ко Христу привлекает души. Только те, кто познали крест, Рассказать об Иисусе смогут. Так что эта благая весть Станет словом живого Бога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok